Служить в армии, служить родине. Мальчишки, чей возраст неуклонно приближается к призывному, готовы пройти череду испытаний. Пока на соревнованиях. На плацу представлены почти все рода войск российской армии. Форма и обмундирование требуют дисциплины. В строю не до шуток. Тем более, что предстоит напряженная борьба. За правильной сборкой-разборкой стрелкового оружия следят солдаты-срочники. Пока одни команды работают с автоматом Калашникова, на другой площадке идут состязания по метанию гранат. Настя – единственная девушка на соревнованиях. Однако это обстоятельство нисколько не смущает десантницу. Она всегда уверена в поддержке своих друзей, как и необходимости подобных соревнований для ребят. Недавно сахалинские десантники привезли из Казани 25 медалей. 11 из них – золотые. Это поможет мальчикам, будущим мужчинам лучше вести себя в армии. Поможет физическая нагрузка и другие разные испытания. Первые три месяца тяжеловато, потому что у них руки только под мышку заточены. А так ничего страшного. Нормальные ребята. Работать можно со всеми. Быть патриотом и не бояться службы в армии. Привить эти идеи – и есть основная цель спартакиады. Последние годы военные специалисты говорят, уклонистов стало меньше, а желающих связать свою жизнь с погонами становится больше. Но пока этим безусым мальчишкам немного страшновато. Возможно, после спартакиады у большинства из них сомнений станет меньше. То страх у всех есть. Ну, хоть маленький, но есть страх. А настроенность прям боевой. Ну, мы готовы выигрывать. Не боишься, когда знаешь, что предстоит делать в будущем. Та же эксурсия сегодня по воинской части. Они пообщаются, мне кажется, попозже и с военнослужащими пообщаются. Ребята активные, узнают все. И все будет у них замечательно. Соревнования будут проходить всю неделю. Команды-призеры получат заслуженные награды. А самое сильное – через месяц отправиться в Краснодар на всероссийскую спартакиаду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...